Всем привет! Хочу снять небольшой блог, отчет о поездке, который я запланировал. Это больше так, для себя, для архива. В общем, задача такая. Вот этот аппарат переместить на 1600 километров отсюда своим ходом. Вот сейчас погоню. И заправляюсь. Бак здесь маленький, 40 литров, а расход большой. Поэтому это неудобно приходится часто заливать. А там, где перегоны с большими расстояниями между заправками, будет сложно. Залил под самое горлышко. Все уж выливает. Поезжаю из Ульяновска. Наконец-то город кончился, началась трасса. Вот, я, короче, поехал к Стёпе на Кавказ. Вот на этом аппарате вот. 96-го года выпуска. Мощное точило. Все дела. Вот. Так, вот на горизонте город Сызрень. К моему удовольствию его можно объехать по объездной. Сейчас этим и займемся. Объездная в Сызрень, это, ребята, дорогу сейчас сделали хорошую. Вообще, все хорошо, отличная погода, замечательная. В общем, едьте-едьте. Вот такую громадину негабаритную встретил. Вообще огромная. И вот сколько колес в машине. Как это все работает, интересно. Ну, в общем, что, еду-еду я, еду-еду, еду-еду. Уже 3 часа проехал и сделал открытие для себя, что я проехал только еще 10-я часть пути. Вот. Ну, а что, аппарат такой, вот скорость 70. Больше 80, наверное, только с горки я могу ее разогнать. Датчик топлива немножко обманывает, температурный тоже. Даже одометр и тот что-то привирает. Я так вот понаблюдал по километровым столбам. Двериться никому нельзя. Вот. Так что ехать и ехать еще. Вот еду и еду. Да, надо терпение набраться, успокоиться. И пусть. Я когда готовился к поездке, думал, вот, упрешься в фур и будешь тащиться за ней. Не обогнать, ни туда, ни сюда. Они сами вон меня обгоняют то и дело. Кто кому мешает, еще непонятно. Вот так меня обходят фуры. Я вон еще догоняю. Вон, шпарят. Ну, и я потихоньку, что что-то нет. Вон в Саратовской области, Приморской возвышенности. Очень красивые здесь места. Вот сзади меня знак, по которому можно догадаться, что между Саратовом и Волгоградом 400 километров. Вот виден краешек Волги. Здесь она очень широкая, конечно. Придорожные кафе отличаются один от другого, какой-то особенностью своей. Типа замка какого-то хотели смастерить, наверное. Здесь вот кафе в виде мельницы. Тоже интересно. Так, здесь до Саратова 126, а до Волгограда 505. Ой, прошлый знак, значит, меня обманывал. Не 400, между ними разница. Дорога, конечно, светлая, сухая, хорошая. Там очень сильный ветер. В зависимости от поворота дороги, он то лобовой, то боковой. Поэтому ехать тяжеловато. Чувствуется прям, что такие порывы бывают, что останавливают машину. По деревьям видно, как сильно дует ветер. Такие вот отели в Саратовском области. Такие удобные. В общем-то, между поворотом на Балаково и до Саратова заправок нет таких нормальных. Заезжал я на какую-то деревенскую, там только фотографию сделал. Такую старинную заправку. Страшно дорогой бензинкой 5290. И очень сомнительная заправка. Вот там немножко подрил. Сейчас поеду дотяну до какой-нибудь более приличной и там заправлюсь. Что-то с расстоянием между Саратом и Волгоградом. Не то с ним, не то. Так, вот я вдалеке увидел заправку Лукойл. Сейчас я там заправлюсь до полного. В интернете показывают, что там цена приемлемая. Так что заправим. Сейчас не посчитаем свой расход. Сейчас подъезду туда, отдохну немножко. Ну, потому что заправка редко, поэтому здесь такая толкань. Очередь. Вот здесь мне повезло. Тут заправка работает в режиме постоплаты. Поэтому удобно. Сейчас мы до полного заправим и узнаем, сколько у нас уходит на 100 километров. Потому что проехал я 420 по карте, а по одометру 430. Ну, тем не менее, можно будет посчитать расход. Так, 92-й. Заправляем. Ну, вот я залил опять под самым горлышком с клей прям. Все прям обливается уже. Так. Получается 27 литров ушло. И там еще 10. 37 на 420 километров. Вот сколько получается. В общем, я посчитал. Получилось где-то 8,8 литров на 100 километров. То есть около 9. Вот такой расход. Но очень сильный ветер, в том числе и встречник. Конечно, он увеличивает расход. Поехали дальше. Вот сейчас я выехал на объездную города Саратов. Снимать не мог. Там на кольце стояли гаишники. А у меня еще и холостые пропали. Постоянно под газовость приходится. Заводить, как бы сказать, с инерцией. А вот, глохнет она, то и дело. Поэтому не получилось снять сам город. Въезд в город. Сейчас на объездную пьем. В этой поездке меня еще сильно удивляет это объем строительства дорог. Дороги ремонтируют, расширяют, строят какие-то развязки, завязки. Все прям. Всю дорогу. Стройка, 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 расширение. И не сказать, что дорога более загруженная, но строится очень много. Интересно, к чему бы это. Обратило внимание, что вот после Саратова на Камышин дорога, конечно, поскромнее и поскромнее. И поуже, и не так оборудована она. Вот здесь вот местечко есть с фонарями, даже вот заправка. А так чаще всего просто узкая дорога. Хорошо, хотя разметка есть. Уже радует. А вот те мотоциклисты пермские. В два раза меня обгоняли. Вот они гонят. Они где-то 110-120, наверное, изместят. Вот Саратовская область закончилась. Езжаем в Волгоградскую. Объезжаю Камышин. Что-то какое-то мрачное местечко. Не знаю, как он сам, но объездная у него какая-то не очень впечатляющая. Бензин в Камышине на Лукоиле стоит 56 рублей. 80 копеек 25, 50 рублей 75 копеек Лукоил. Вот уже стемнело. Приехал на заправку. Заправляюсь. Сейчас до полного залью. Бензин здесь очень дорогой. 56-60. Очень дорогой. Но я через приложение. Там, наверное, будет скидка. Но все равно очень гордо. Я под Волгоградом сейчас на ночевочку заеду. Ну вот, на дороге здесь машину поставил. Пойду-ка ищу кафешечку-нибудь крепиться. Почтение, что-то голодно было. Вот в остановке в какой-то взял себе ужин. 369. Ну что, я, в общем-то, прибыл. Где-то там, в темноте, дом. Сейчас буду располагаться. Вот такая у меня здесь, значит, кашка. В духе минимализма. Здесь подходишь, при двери открываешь. Четыре карты. Вот. У меня вот я себе вот это убрал. Позреватель, литеринер, вещи. Все, что нужно, чтобы поспать. Отдых, отбой. По местному времени, полшестого, я выехал. Не снимал ночлег, потому что там ничего не видно. Вот. На улице около 3 градусов показывает телефон. Очень сильный ветер. Прям с ног сдувает. Очень сильный ветер. Прохладно. Хорошо, что я ночевал на ночлеге. А может, в машине я бы замерз. Но сейчас выдвигаюсь в сторону Волгограда. Еду по Волгограду. Мне он очень мне понравился. Какой-то запутанный, длинный, неудобный. И не очень-то и какой-то устроенный, что ли. Вроде в центральной улице, но мне не понравился. Пока что так. Ну, плюс такое. Вот я попал в зеленую волну и еду спокойно. Так, там гаишники. Ну, вот только сказал про зеленую волну и попал в красный. Мне кажется, что и она какая-то неполноценная, либо и случайно просто так попал. И дорога поуже стала. Что-то здесь вообще полоса узкая. Не знаю, короче, мне не очень. В Волгограде прямо вон во дворах растут камуши огромные. Целые поля камушей в городе. О, попал в какую-то пробку здесь на мост. То ли там ремонт, то ли что, то ли просто тесно. В общем, Волгоград меня сегодня прямо утомил. Ну, вот, наконец-то вырвался я из этого Волгограда. Устал, не знаю как. Все, сейчас по дорогам, по ровным пошел на Элисну. Волгоград кончается. Да, после Волгограда пейзажи за окном сменились. Уже не Приволжская возвышенность, не горы, не холмы, а просто степи. Ровная дорога, ровный пейзаж. Вон куча каких-то коров. Я понимаю, что километров 200 так вот будет ехать. Ну, поехали. Здесь река или озеро какое-то. Прям волны такие большие. А здесь ничего нет. Прям от ветра такие вон, как будто на каком-то большом водоеме. Ну, вот и город со смешным названием Элиста. Вот такой. Сейчас посмотрю, посмотрю, посмотрю. Сейчас посмотрю, что за город такой. Это Элиста. Смотрите, как большое поселение. Много частных домов. Интересно, тут пятиэтажки или больше своеобразными крышами. Ставляюсь в Элисте на заправке со смешным названием Бумба. Бумба-групп. Сейчас еду по этой Элисте, по дорогам, по рельефу. Очень похоже на Сызр. Кажется, что что-то их общее такое есть. Вот я уже много куч видел и мусорных мешков. Они их собирают просто вдоль дороги. Вон, видите. Просто выставляют, видим, потом мусорщик собирает, что ли. Странно, короче. Нет урн, а просто свалки. Кучами. Вот на выезде пожелание белой дороги. Что означает белая дорога, интересно. Непонятно, что написано под калмыцкой степи. Пустота. Интересное название поселка. Карантин. Вот там карантин, что вы знали. Пара заброшенных домов. Несколько, наверное, жилых. Такой вот карантин. Так он и себя выглядит. Навигатор что-то меня стащил с трассы. Повел какими-то огородами. Но тоже интересно. Это село дивное. Такая типичная южная деревенька. Станица, наверное. Остановился я в одном поселке с говорящим названием Надежда. Там, говорят, хорошие пирожки есть. Но в том магазине. Пойду я посмотрю, попробую. Ну, издалека здесь уже вкусно пахнет. В общем, пирожочки я купил. Сейчас пойду пробовать. А вот кофе у них нет. Только три в одном. Три в одном это не кофе. Надо поискать зерновой. Мой зерновой я везде поискал. Здесь и попить нечего. Может где-нибудь встречу по дороге. Водой спивать тоже что-то неохота. Я поеду подальше, посмотрю. Слойка с курицей с грибами была только одна. Я ее купил. Вкусно. Курожкова этой приехала в заправку заправляться. Думал здесь кофе купить. Кофе не продают. Там вон стоит какой-то кофебар. Но на нем написано требуется бариста. Видишь как? Кофе есть, бариста нет. Придется где-то что-то еще поискать. Заправился дальше, поехал. Осталось чуть-чуть. Где-то 170 километров. Вот поближе к Ставроплю уже видно, что начинаются горы. Блин, горе такое кавказское. Кавказское. Вот вокруг Ставрополя начинается красота уже. Пейзажи поинтереснее, чем и Листа, и Волгоград, и все прочее. Остаток пути. Еду в темноте. Самое красивое здесь не видно. Ну и еще что. Экстриму мне добавляет, что на кочках бывает пропадает ближний свет. Ну вообще фары выключаются. Ну в общем это как бы очень сложно и очень тяжело. Когда ударят по панели, свет появляется. А на кочках бывает пропадает. Вот он моргает. В общем, что-то мне страшновато. Выезжаю я из Черкесска, наконец-то. Плутал по нему. Это ужас что-то. Движение дерганное. Вверх-вниз, справа-влево. При перестроении я ни одного не видел, чтобы включал поворотники. Все шустрые, все борзые, все из себя. Короче, ничего не понятно. Знаков толком нет. Навигатор ведет в разные стороны. Завел меня там в какой-то тупик. Еле оттуда выбрался, короче. Вот сейчас выезжаю и быстрее бы покинуть этот город, который меня раздражил еще хлещащего Волгограда. Ехал. Мобиль, вот дом. Ну вот за два дня аппарат доставлен за 1600 километров. Он на месте и все хорошо. Все в целости и сохранности. Какие дела.